Реконструкция здания Нового Рижского театра может затянуться еще на 5 месяцев. Причина – нехватка рабочей силы. Уложиться можно, только если строители мобилизуют все усилия. Об этом рассказал заказчик проекта, госагентство Валстной кустами и по шуме. При этом, чтобы задержки не произошло, госпредприятие само готово искать дополнительных строителей на свой же объект. Сергей Герасимов побывал на стройплощадке. Если вы помните, тут был вход в здание, тут был гардероб, а сейчас это все будет как новый вестибюль, в котором будет расположен ресторан. Чтобы попасть в здание Нового Рижского театра, теперь нужно будет заходить со двора. Правда, для этого монументальную перестройку в самом центре Риги на улице Лачплаша сначала нужно закончить. И тут у строителей, похоже, есть проблемы. Об этом говорит заказчик проекта, госагентство Валстной кустами и по шуме. До октября этого года строитель закончил только две трети от запланированных работ. Хотя, согласно графику, закончено должно быть почти все. Я не буду отрицать, что есть проблемы. Но надо понимать, что проблемы есть почти на всех стройплощадах сейчас в стране. Всякие поставщики, они сейчас хотят сразу стопроцентный аванс на всю работу, потому что нет ясности, что будет через месяц, что будет через два месяца. А вот то, что должно было произойти через пять месяцев, то есть в марте, так это сдача здания театра в эксплуатацию. Но, как говорит заказчик, сроки явно придется двигать до лета. На объекте, где сейчас работают 100 строителей, где-то вот здесь, по мнению заказчика, должны работать примерно 300. И Валстной кустами и по шуме даже готовы помочь в поиске этих субподрядчиков. Строители не совсем согласны с этими расчетами, но говорят, это нормальная практика, когда заказчик строительства помогает в поиске работников. Если, скажем, Валстной кустами и по шуме, они знают, что на каком-то их объекте какой-то субподрядчик. Ну, наш потенциальный закончил работу, и они сейчас предлагают этого субподрядчика нам. Это вполне нормально. При этом строители признают, что до марта объект точно не закончат. Говорят, не в последнюю очередь из-за его сложности. От оригинального здания осталось всего четыре стены. Общая стоимость работ более 30 миллионов евро. Это новая часть театра, которую зрители с улицы не видят. Многие не знают, что площадь здания удвоилась. Мы стоим над подвалом, величиной весь внутренний двор. А это новая часть, в которой будет два новых зала. Я не побоюсь сказать, что сейчас это с технической точки зрения и с точки зрения качества отделки – самая сложная стройплощадка Латвии. Это один из black box залов театра. Здесь мультифункциональный потолок, по которому могут ходить осветители и декораторы. Все коммуникации уже приведены. И можно слышать, какая хорошая здесь акустика. По этому показателю это будет один из лучших залов в Северной и Восточной Европе. По сути, здесь осталась только декоративная отделка, дверные проемы и пол. Поэтому иногда странные чувства вызывают упреки чиновников и министерства о том, что ничего не сделано. Или, может, сначала надо что-то сделать, а потом требовать. Сейчас, похоже, что со стороны сконта Бува нет особой заинтересованности мобилизоваться и наращивать темпы работы. Поэтому, конечно, в силу вступят и штрафные санкции. Все будет по договору. Отметим, что до недавнего времени тот же подрядчик, общество СБСЦ, по заказу вал сны кустами и по шуме, проводило реконструкцию и вал Мирского драмтеатра. Но договор пришлось разорвать, поскольку подрядчик не смог обосновать необходимость удорожания работ на 50%. Сергей Герасимов, Мартинч, Аввоз, Айверс, Цанцы, Русс, ЛСМ.